Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 27 сентября, пятница, 24-й год. Сейчас 8 утра. Я оставила дочу в школе и я буду отвезти внучку в школу. Так, вчера у нас до двух дня был дождь, прохладно. Сегодня у нас солнышко с утра, значит, муж будет реферить, значит, мне нужно... Сегодня у Даниила нету практики по футболу замечательно, значит, я заберу Дженнифер план такой, когда со школы, и потом Даниила меня будут забрать. Вот, я очень люблю приезжать с утра и видеть ночков, как они просыпаются, как в школу собираются. Они растут с каждым днём, вот такие вот изменения, взрослеют. Мне сын, старший сын сказал, ну вот его... Говорит, ты знаешь, вот материя встала с утро, и по сравнению с тем, что был, ну вот это мнение моего сына. Моё тоже, вот так вот, ему интересно с этими вот детками. Но я вижу, что ему хочется ещё больше внимания. Мол, чтобы именно с ним игрались. Именно с ним, вот такое вот... У него очень яркая индивидуальность. Ну, я имею в виду, есть дети, которые вот там сидят в тишине и так далее. Теперь что-то думаю, такие спокойные. У меня внучок... Яркий очень. Вот. И, да, мне кажется, школа идёт на пользу ему. Он там общается с другими детками. И под присмотром, под хорошим присмотром. Очень я довольна. Моя невестушка выбила эту... Эту школу. Вообще-то нужно узнавать, где там что, какие программы. Это... Когда у меня дети были маленькие, нам это не полагалось. Ну, это... У моего мужа был... Этот вот... Зархвата была высокая. Ну, никого же не волновалось, что у него была куча долгов. Вот. И у него была страховка не государственная, вот. С одного года частная. То, что он покупал. Огромное количество денег уходило на страховку. И... Как я ездила, организовывала поездки вот-вот в Одессу. И вообще все поездки. Дело в том, что я... Когда приехала и познакомилась с его мамой, мама жила у его сестры. И я понятия не имела, что мама платит сестре за проживание. У меня в голову не вкладывалось. У сестры Дарьяна нажила. И отдавала 90% своей пенсии. Вот. И... А мне жалко маму стало. Ну, я не говорила ни о деньгах. Я понятия не имела, что они вообще... Ну, вот американцы отдают пенсию своим детям. Вот. И... Мне жалко стало, потому что у Дарьяна очень холодный дом. Дарьяна... Она жаркая женщина. В общем, она... У нее очень холодно. И у нее холодный дом. У нее... У нее вагончик. Такой вот двойной вагончик. В общем, мама все... А, и эти вот, она керосином отопила. В общем, у нее жуткая огонь. Вот с осени, когда включается отопление. Причем она включает его только зимой. В общем, матери... Значит, она вот в этой вот комнатке у себя жила. И... У нее вот эта маленькая батарея была. Электрическая. И она вот так вот отопилась. И ходила по дому всему. В огромном количестве одежда. Мама сильно морзла. И эти вот там... Сапоги теплые, носки, в общем, все одеты. И на улицу не выходила, потому что у Дайян очень близко дорога. Прямо рядом с дорогой. И вокруг у нее не было вот такого вот... У меня скамеечки. Вот этот вот... Скошенная трава. У нее такого вообще нет. У нее там лес вообще. Эти вот звери дикие могут выйти. Эти вот змеи. Дайян как-то один год насадила огород. И... Значит, там были змеи. И она даже не выходила в тот огород. Вот. И... Мне мама просто жалко стала. Я говорю, мам, давай ты к нам поедешь, Жень. У нас согласно. У нас огромная площадка перед домом, сзади дома. Есть где погулять. У нас как раз, ну, физические упражнения обязательно. Это очень полезно, вот, для здоровья. Я говорю, у нас очень тепло. У нас очень тепло. И... В общем, мать переехала. И она жила, вы помните, где сейчас находится Дженнифер. И... Ну, у меня дети были со мной наверху, во втором... Там, где я сейчас сплю. Ну, вот они у меня были в той комнате вдвоем. Даниил и Дженнифер. И... Слушай, когда мать переехала, да я... Я смотрю, что она такая вот злая стала. А потом я догадалась. Я вообще первые месяцы не знала, что мать платит Стиву деньги. Я не знала. А у нас как не было денег, так и вот и не было. То есть... И я говорю, слушай, а тебе что, мать деньги? Что нам мать деньги платят? Он говорит, да. Здесь это вот, здесь так положено. Я говорю, так, все. В общем, я стала бабки забирать. И я их складывала. И вот таким образом откладывала нам. Я говорю, так, все. Значит, теперь понятно, почему Даян так не забила меня. Значит, вдруг у нее так резко поменялось это вот отношение ко мне. Вот, и... То есть я как бы украла у нее источник дохода. Но мне мать жалко стало, это первое. Во-вторых, я ее... Я вообще понятия не имела, что там деньги. Понятия же там включены деньги. Вот, и поэтому, значит, это вот одна из сестер, так сказать, меня вдруг стала не любить. Валюша была удивлена. Я сказала, что я когда рожала, и, ну, стих был... Я говорю, Даян была. Она спросила, нужна ли помощь там на отдых. Я говорю, так, ты в обморок там падать не собираешься. Нет, вот, цени слабонервных, потому что мне будут эпидору делать, я договорилась. И... Будешь держать мне ногу. Вот, одну ногу держал ты, вторую Даяну. Я сказала, так, все. Никаких слабонервных, чтобы никто не падал, чтобы мне... Вот, чтобы с бедрами все нормально было. Потому что я там начитала, потому что, в общем, держали ноги, и это... А там же не чувствуешь свои бедра, свои ноги. Вот, и... И Валюша такая улыбалась. Говорит, что, Даяна, это вот... Была у вас на родах, я говорю, да. А, зато, когда мать скончалась, вот, последняя, последняя, так сказать, эти вот... не дань... А, последняя дань уважения. Мать скончалась, ее надо было обмыть. Приехала медсестра. И... Значит, медсестра говорит, мне нужно двое человек, чтобы помогали. Вышла Денис сразу. Это вторая сестра. Вот, у меня с ней нормальные отношения. А, не, ну, с Даян мы и разговариваем, и все, но она же в прошлом году мне, в этом вот, в моем же доме заявила, что я плохая мать и плохая христианка, я ей ничего не ответила. Я ей не сказала, ты сама, вот почему я вам, ребята, говорю, это вот... Ну, как бы... Вы не знаете, как там все вот эти вот процессы, так сказать, в небесной канцелярии, вот, происходят. И мне было очень обидно. Очень обидно. Но я не стала действовать, знаете, как в детском саду, вот как на горшках сидя, там, ты дурак, ты дурак, ты дура, ты дурак. Вот, в таком плане. И я вчера много видео вставила вот про эти продразнилки и так далее. Вот, но ситуация была, ну, и оскорбительная, и, ну, смотрите, я не хотела усугубить, ну, так сказать, как же это выразиться, вот. Я реально не знаю, как оно действует в этом, вот, в небесной канцелярии. Смотрите, у меня вот чувство, что дьявол охотится за мной и за моими этими, вот, деточками. И, естественно, за внуками и так далее. Вот, и... Когда у меня Артур, вот, у него совсем была, вот, глубочайшая депрессия, и я не знала, как помочь. Вот, я, ну, например, в Одессе была, и, ну, как-то в церкви была, там в Одессе та же церковь напротив Сума, и Линский монастырь, кажется, и Напошкинская. И там один парень такой, в общем, он искал... В той церкви находился человек, который, вот, помогал тем, кто этим, вот, потеряшкам, тем, кто убежал из рабства. Под Одессой очень много людей, которые в рабстве. Там очень много, типа, как фермы того, там люди находятся в рабстве, там целое поселение заброшенных, и вот, или цыгане живут, в общем, там, и заставляют этих, вот, мужчин и так далее. В Одессе куча рабства. Вот, реально, в Одесской области, в Одесская область, Одесская область, она огромная. Я не говорю за другие области, я знаю, вот, конкретно Одесская область. Так вот, там парень, Тамерлан, он приехал из этого, вообще он христианский, он христианин, и он палестинец. И, да, у него сильный акцент, но акцент, потому что он палестинец, и он христианин. И вот, именно оттуда нужно, знаете, вот больше спрашивает тот человек, который знает вот ту вот ситуацию изнутри, вообще, Христос был палестинцем, или этим вот, или, или иудеем. Вот, так вот, тот парень, как раз, вот так вот, кто здесь помогает, чтобы куда вот, ну, мне домой, мне нужен билет, мне нужен билет. И, там, ему никто не помогал. Я подошла, говорю, парень, у тебя какая-то проблема? Ну, парень возраста моего сына, вот, и, он говорит, да, я еще здесь, должен быть человек, который, вот, я попал в там, в проблему, я хочу ехать домой. И, говорят, что здесь можно, вот, чтобы билет купил. Я говорю, давай я тебе куплю. В общем, я спросила, где он живет, и, а там же рядом, там же рядом этот, вот, автовокзал, ИЖД вокзал, а к нему добираться на автовокзале, вот, домой. Потому что он говорит, что он попал там, уехал от матери, в общем, проблемы были, и, ну, всякое по жизни было, и вот, он хочет вернуться к матери. Он хочет вернуться к матери, и мы как раз шли через привоз на тот автовокзал, местный автовокзал, не на централе. И, вот, и перед тем, как это, я, я просто подумала, я говорю, слушай, а ты голодный? в общем, я его накормила, я купила, там женщины продавали, всякие бутерброды, это вот, я ему купила, этот вот, бутерброд, с мясом, насколько я помню, в общем, выбрала. И, купила воды ему, и билет купила, этот вот, ну, к матери, и, говорю, слушай, ты поедешь к маме, надо, ну, не с пустыми руками, потому что он говорит, я вот хочу к маме, к маме, к маме, к маме, ну, видно, жизнь потрепала, парни, и, вот, в общем, я его накормила, накормила, напоила, и, билет купила, и купила, говорю, давай ты купишь, этого вот, ну, хлеба, ну, 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 с чего-то, знаешь, вот, домой, то есть, с этими вот, ну, как гостиницы, что матери, ну, у нас очень вкусный хлеб продавался, вот, пекарни, и, хлебзавод, и, значит, мы купили, эти вот, кажется, рулеты с маком, я не помню, что мы купили, но вкусное, такое, знаете, для души, я просто подумала, может, и где-то, вот, когда мой сын будет в беде, может быть, чья-то добрая душа, вот, тоже ему так поможет, вот, в таком плане, поэтому, я не хотела никого осуждать, не дая то же самое, я просто подумала, ну, конечно, мне было обидно, и, очень обидно, такая, что, 16 лет, вот, она меня знает, ну, так, в прошлом году 15, и вот такое вот заявить, то есть, сколько она приходила в мой дом, сколько она ела у меня, сколько я этих вот партий, то есть, праздников организовала, она ни одного, она ни одного, она единственная, вот, у нее там мать умирала в доме, так вот, Даян не вышла, она там была, вышла Денис обмывать, и вот, они зовут-зовут, а остальные-то братья, из братьев никто не побежал, помогать мать обмывать, никто, там все сидели в комнате, и я пошла, то есть, была я, и это вот, и Денис, вот, я приехала к внучкам.